На днях мне позвонила одна моя хорошая знакомая и спросила, зачем в кадре находится вот это растение. Что это? Защита от сглаза? Спросила она. Я не могу на тебя смотреть, потому что все мое внимание приковано к этому растению. Оно занимает половину экрана. Кроме этого звонка я получил еще несколько сообщений, и в них был примерно тот же вопрос. Люди спрашивали, зачем в кадре денежное дерево, возможно это какой-то магический ритуал. Отвечаю, никакой магии, никакого колдовства, никаких скрытых ритуалов, это просто объект интерьера. Но раз уж я сам инициировал эту тему, то давайте знакомиться. Перед нами толстянка, или карасула, или денежное дерево, или семейное дерево, или дерево счастья. Считается, что если в вашем доме, в вашей квартире находится это растение, то оно приносит вам изобилие, счастье, гармонию, достаток. И чем больше оно растет, тем больше у вас всего этого становится. Было время, когда я увлекался фуншуем, и в своей комнате, в различных секторах, я усиливал вот какими-то такими предметами тот или иной сектор. И есть такой сектор, называется денежный. Вот туда рекомендуют как раз размещать денежное дерево. Но, один момент, когда я все это вот, все эти усилители размещал по секторам, я садился и ждал результата. И лишь со временем я понял, что в каждом каком-то нашем действии должен быть обязательно комплексный подход. И пока дерево растет и усиливает какой-то сектор, мы можем делать еще что-то в том направлении, на которое направлены наши действия. Ну, например, если вы хотите усилить и сгармонизировать в себе жизненную энергию, а именно она приносит нам и счастье, и достаток, и гармонию, и изобилие, то можно начать с какого-то простого упражнения. Есть большое упражнение, у нас денежное дерево, а есть упражнение, оно называется большое дерево. Его рекомендуют делать людям уже подготовленным, а мы с вами начнем с маленького, первого шага. Мы начнем с маленького дерева. Итак, если вы чувствуете усталость, если у вас апатия, депрессия, если вам ничего не хочется делать, если у вас внутреннее напряжение, то выходите на улицу, снимаете обувь и вставайте босыми ногами на землю. В тот момент, когда стопа соединится с землей, вы почувствуете, как у вас начнет вливаться вся та сила, которая есть в земле. Если вы еще образным мышлением усилите этот поток, почувствуете сначала через силу мысли, как энергия поднимается, распределяется по телу. Если вы сначала это представите, то потом вы в какой-то момент почувствуете, что это так и есть на самом деле. И оно существует и всегда было в вас. Просто мы не всегда осознаем это. Итак, дерево растет, мы с вами тоже становимся мудрее, здоровее, энергичнее. Ну, а если вы все-таки решили посадить дерево, его у вас нет, и вы решили его посадить, то я вам скажу о некоторых условиях, которые необходимо соблюдать для того, чтобы дерево приносило тот результат, который вы хотите. Итак, его нужно посадить своими руками, его обязательно нужно сажать на растущей луне, вам же нужно, чтобы ваше счастье и изобилие росло, а не убывало. И его нужно сажать в среду. А вот почему в среду, и почему удача приходит в четверг, я вам расскажу в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!